Сильного паводка этой весной в Сарове не ожидается, пока погодные условия складываются благоприятно и опасность подтопления минимальна. По словам начальника управления по делам ГО и ЧС, половодие начнется рано. Уровень воды будет ниже многолетней нормы. Однако спасательные службы остаются на чеку. В лесном массиве еще на 2 марта величина снежного покрова была примерно в районе 30 сантиметров. Обводненность снега достаточно серьезная, почти 100 с лишним процентов. Снег достаточно серьезно напитан водой. На прудах или на городском пруде, или в реке Сатис, так для населения, понятно, толщина льда была где-то в районе от 35 до 40 сантиметров. В принципе, на сегодняшний момент лед свою структуру или крепость потерял. Вот поэтому, ну, серьезная есть опасность выхода на лед, что может привести просто к несчастному случаю. Владимир Болтов пояснил, уровень реки Сатис уже поднялся выше нормы. Согласно измерениям с 7 по 9 марта вода доходила до 3 метров 40 сантиметров, при критической отметке в 3 метра 20 сантиметров. Под подтопление могли попасть улица, значит, речной переулок, озерный и так далее. Но в связи с проводными работами, которые сейчас проводятся в пойме реки, вот, ну, понятно, что есть, проводятся земляные работы, что не позволило выйти далым водом с реки Сатис в район жилья. В других водоемах города уровень в пределах нормы. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается похолодание и осадки, которые могут изменить ситуацию. Вероятность затопления высокая у управления ГО и ЧС, парасилового цеха, товарной базы, пищекомбината на заниженных участках улицы Садовой и правой стороне улицы Димитрова. В последнее время участились звонки от жителей и предпринимателей с улицы Зернова, где появилось много воды из-за снега, который сходит с территории аэродрома. Все зависит от ситуации с погодными условиями. Есть снег, тепло достаточно серьезное, которое приводит вот к такому резкому сходу талой воды, но это верховая вода, это не вода, которая собирается в наши водоемы и не является, так скажем, подтоплением, вот, или затоплением, значит, территории и так далее. Все это, ну, временные ситуации. Каждый год Управление по делам ГО и ЧС проводит предварительные работы по очистке ливневой канализации, контролирует уборку снега на территории города, проводит заседание КЧС и корректировку плана по ликвидации и смягчению рисков при паводках.